А вот это нежданщик подкатил, мужчина по вызову это взгляд в прошлое, в 1999 год. Это комедия, да ребятки, режиссёра Майка Митчелла. Подогнал так подогнал. Раф Снайдер здесь просто бесподобен. Уильям Форсайт, Эдди Гриффин, Ария Баркей. В общем, было много интересных персонажей, бюджет был в 17 миллионов бакинских, сборы в США 65, сборы в мире 92. Фильм прекрасно окупился, бесподобно. Зрителей было 12 миллионов только в Америке, ну а релиз на дивизи был 17 мая 2011 года от Walt Disney Company. Казалось бы, Walt Disney при чём здесь? Здесь же показывают мужика по вызову Жигола. Это же что за пропаганда? На самом деле это очень интересное и смешное кинцо. Вот можно для всей семьи. Есть ещё вторая часть, мужчина по вызову 2, который вышел в 2005, но это уже отдельный обзор. Да всё тут просто о сюжете. Дьюс Биглу всегда был уверен в том, что создан для большего. Чем просто чистить аквариумы. И вот судьба делает крутой поворот. Крутое пике. Дьюис становится мужчиной по вызову. Уп. Но его клиентки не простые женщины, а такие, которым нормальный мужчина никогда не ляжет в постель. Находясь в ситуации, когда нельзя отказать, Юис принимается облажать этих весьма необычных женщин. По-своему, здесь не просто секс. Здесь интересные, интригующие моменты. Прекрасная работа, которая получает от меня 7 твёрдых баллов. Ух, твердющих каких. Ну здесь Роб Снайпер, ну просто зажигалка. Просто конфетти. Посмотрите эту мелодраму, комедию прекрасную. Почти двухтысячный, ребята. Но 99. Три девятки. Вау. Спасибо Майклу Митчеллу за эту комедию. Ждём вторую часть. Что её ждать? Посмотрим, сделаем, оценим. Лайки, дизлайки, подписки, друзья. Буду очень признателен. И welcome back.